В гостинице с Гилбертом, что ты вынес для себя из этой встречи? На фоне жесткого кризиса стоит вкладываться в крипту, а не в гречку. Но если ничего в этом не понимаешь и не можешь разобраться, то тебе поможет компания Авалон. Инвестиционная компания Авалон анализирует и прогнозирует рост и падение крипты на рынке. Тот же самый биток, как и любую другую крипту, лучше покупать на спаде, а продавать на пике курса. Авалон так и делает уже более 6 лет. Крипта и современные технологии это по их части. Это площадка для тех, кто хочет создать стабильный и пассивный доход. Авалон берет все риски на себя и каждый день ты будешь получать процент вложенной сумме. Также не забывай про бонусы по нашей ссылке. Проходи быструю регистрацию по ссылке в описании и получай ежедневный пассивный доход. Вообще про тебя многие узнали, знаешь, сейчас в последнее время из заголовков, вот типа «К бою против Чимаева Бернсы готовят секретные русские борцы». И там Гилберт как раз благодарит тебя за помощь в обнаружении этих самых борцов. Но вот чтобы чуть пойти как бы по хронологии, расскажи, как и когда ты попал в зал Сэнфорд ММА. Сказано, наверное, громко, что там как-то секретно оружен. Гилберт как бы тоже, это, наверное, часть такой какой-то там игры, небольшой, наверное. В зале у нас есть ребята из Дагестана, из Кабардино-Балкарии, там из Казахстана ребята есть. Поэтому, ну, такой интернационал, в принципе. Там сказать конкретно, что там супер секретные, там, конечно, такого нет. Но надо не забывать, что здесь основная часть, что это разные школы борьбы, в принципе. Если Гилберт уже, живя в США, познакомился с школой американской борьбы, как бы знаком, то, конечно, с российской школой борьбы он вообще как бы мало знаком. Здесь больше идет, наверное, разговор о том, что есть ребята, которые знают, что такое самбу. Ну и, конечно, да, основную часть подготовки, какие-то детали мы работали, потому что, ну, ты знаешь, на самом деле там очень базовые вещи, там ничего сверхъестественного, потому что здесь элементарные замки просто разные, разные речаги. Этого, в принципе, достаточно. А так, чувство борьбы у Гилберта, в принципе, у самого, ну, как бы есть. Давай теперь по вопросам. Это так, я чуть отступление. А как и когда, получается, ты попал в зал Сэнфорд ММА? Ну, так получилось. Сами знаете, нелегкое время было. Ковид, это все немножко такой, кризис небольшой, да, в принципе, в мире. И очень голодные все были до боев. Мы понимали, что вот когда открылся Бойцовский остров в Абду-Даби, то было понятие, что как-то нужно расширять географию. Но после, я работал где-то год в Малайзии, тренировал, вообще свой международный опыт там получать начал. Когда я уже посмотрел, что, в принципе, во всем мире это развивается, интересно, конечно, какие-то были такие мечты в плане попасть куда-то в элиту, в плане какого. Что США это впереди всегда, все турниры здесь ведущие, и, естественно, всех бойцов сюда приглашают. Как вообще нацелился на США и на Флориду в целом? Потому что у меня мой близкий друг очень, Магомед Умалатов, он тренируется как бы в ITT. Мой хороший друг там Ахмед Алиев, все ребята с Иглс, они все перекочевали сейчас в ITT. И поэтому, ну, первая такая точка, куда поехать, я подумал, ну, это Флорида. Вот, и когда я приехал во Флориду, так получилось, что мой один из товарищей пригласил меня не в ITT, а в Сэнфорд. Просто сказал, о, Саид, привет. Там он мне помогал немножко по вопросам оформления визы, документов, все прочее. Ну, и как так получилось, действительно, на удивление, потому что, в принципе, вот топ-тим, у меня ребята там все. Но я приехал в Сэнфорд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!